Отравление угарным газом снова в центре внимания. Именно во время крепких морозов больше всего происходят подобные ЧП. Зачастую люди пренебрегают собственной безопасностью. Последние трагедии тому подтверждение. Только за минувшую неделю произошло несколько случаев, когда из-за плотно закрытых окон и тяжелых металлических дверей свои квартиры превратили в настоящие газовые камеры сразу две семьи. В Арзамасе пострадали четыре человека, среди которых две школьницы. А вот одно из последних ЧП произошло в Нижнем Новгороде, в пятиэтажке на улице Чаодаева. В квартире с газовой плитой и колонкой отравились двое взрослых и двое детей. К счастью, все остались живы. Предварительная причина происшествия – обратная тяга. Помимо нарушений в использовании газового оборудования, одна из главных причин отравлений – банальное непроветривание помещений. Ситуацию усугубляют и пластиковые окна, они куда более герметичные, чем деревянные. Прежде всего, воздействие угарного газа сказывается на детях и пожилых людях. Первые признаки, при которых уже нужно бить тревогу – головокружение, головная боль и тошнота. Когда в организм человека попадает угарный газ, и вот такое вещество, как гемоглобин, который переносит кровь, превращается в карбоксикемоглобин, который сцепливается с угарным газом и перестает переносить кислород. И в результате этого развиваются практически по всему организму патологические изменения. Степень может быть разная – от легкой до тяжелой. Любое промедление беспечность может привести и к летальному исходу, поэтому правильной эксплуатацией газового оборудования и элементарным проветриванием в своих квартирах лучше не пренебрегать. Первые в зоне риска – жители так называемых хрущевок и частного сектора. Именно здесь газовое оборудование, а именно колонки, требует особого внимания. Тем временем только за февраль угарным газом отравились более 12 человек, половина из которых – дети.